Когда Запад начал буквально продавливать экологическую повестку, это, безусловно, вызывало определенного рода недоумения. Тем более, что продавливание было, да и остается, предельно грубым, буквально навальным. Говорить о научной обоснованности выдвигаемых аргументов тоже спешить не стоит. До сих пор не существует сколь-либо однозначно признаваемой климатической модели, которую можно было бы положить в основу прогнозирования. Пресловутый парниковый эффект и антропогенность этого процесса, в общем, пальцы загибать можно и нужно ни на одной и даже ни на двух руках. Тем не менее, пробиваемая буквально с кровью и мясом экологическая тематика, вне всякого сомнения, является предельно важным инструментом. Вопрос лишь, чего? В определенном смысле ответ уже есть, он еще требует более тщательного и вдумчивого осмысления, но в целом логическая цепочка уже выстроена. Переход к шестому технологическому укладу невозможен без создания принципиально новых источников энергии. Принципиальная новизна таких источников заключается в двух базовых факторах и параметрах. Первый фактор. Известно, что одной из ключевых проблем энергетики вообще является неравномерное распределение энергоресурсов. Кому-то творец или другой источник благоденствия дал уголь, нефть и газ, а кого-то оставил совсем без ничего. А стратегический ресурс, это такая штука, обладание которым стоит любых усилий, включая и войны. Поэтому в начале страны играли в геополитику, борьбу за источники ресурсов, затем включили по полной программе геоэкономику, борьбу за пути транспортировки ресурсов и точки связности. В любом случае все действия по обеспечению собственной безопасности и проектов развития так или иначе критически зависели от существующего противоречия, связанного с неравномерным распределением ресурсов, в том числе и энергетических. А потому возникло непрямое решение, создать энергетику на ресурсы, которые есть вообще везде. Названы были эти ресурсы возобновляемыми. Удачное или не очень название, не важно. Важно то, что решение в целом вполне грамотное, а учитывая его непрямой характер максимально эффективное. Вот только по понятным причинам это решение невероятно затратное по всем доступным ресурсам, включая и временные. Создать новый энергобаланс – невероятно сложная задача, особенно для развитых стран, потребляющих гигаватты энергии. Второй фактор перехода к шестому укладу применительно к энергетике заключается в необходимости миниатюризации и автономизации и производства энергии. Суть здесь в том, что потребитель, или домохозяйство, в шестом укладе – это компактный и максимально независимый инфраструктурный субъект. Это требование вытекает из необходимости разрешения еще одного крайне сложного противоречия, сложившегося в ходе индустриального цикла развития и перехода к когнитивному циклу развития человечества. В скобках отмечу, что, безусловно, переход от индустриальной к когнитивной фазе развития состоится далеко не у всех человеческих общностей. Как и всегда, в ходе эволюции эволюционирует лишь малая часть экосистемы, остальная остается в прежней фазе. Однако эволюционировавшие виды всегда получают конкурентное преимущество, и отстающие уже никогда не могут догнать вырвавшихся вперед. Пример. Россия, которая вошла в капитализм пятой страной в мире, после Англии, Германии, Франции и США. Но даже пятое место оказалось фатально отстающим, и Россия в гонке развития сумела вырваться только через обрыв, выход из системы капитализма, и уже в рамках своей собственной она сумела преодолеть все фазовые переходы развития и выйти в итоге на второе место в мире. В общем, чтобы коротко, в дивный новый мир, каким бы он ни был, перейдут не все. Так вот, противоречие, которое должна разрешить фаза перехода от индустриальной фазы к когнитивной, звучит примерно так, индустриальная фаза проедает базовый пищевой ресурс связность пространства, и превращает индустриальную среду обитания в антропустыню. Точно так же во время архаичной фазы развития человек проедал пищевую инфраструктуру территории и превращал ее в непригодную для собственного проживания среду, грубо говоря, когда человек съедал всех мамонтов, ему нужно было решать проблему, либо откачевывать на новое место с новыми мамонтами, либо совершать эволюционный рывок и находить на нынешней территории новый пищевой ресурс. В итоге архаичная фаза сменилась традиционной, где базовым ресурсом стала плодородная территория, на которой человек научился выращивать пищу. Естественно, плодородная территория тоже истощалась, вследствие чего возникал тот же вопрос, либо воевать за новые плодородные земли, либо развиваться и находить новый пищевой ресурс. Ответом на второй вопрос стала индустриальная фаза, у которой базовым ресурсом стала инфраструктура. И она точно так же конечна, и мы сегодня подошли к проблеме исчерпания инфраструктурного потенциала. Собственно, поэтому шестой уклад будет искать ответ на вопрос, как доставить ресурс, любой ресурс, пищевой, энергетический, технологический, в точку, связанность которой стремится к нулю. Ответ уже примерно понятен, потребитель в шестом укладе должен быть максимально автономным и в идеале быть максимально равномерно распределен по всей поверхности земли, что и приводит к тому, что связность каждой точки, в которой живет потребитель, будет практически равна нулю. Конечно, идеальную ситуацию воспроизвести не удастся, в силу решения вопроса безопасности люди все равно будут селиться неравномерно, тяготея друг к другу, но в любом случае развитый шестой уклад приведет к уходу эволюционировавших и перешедших к шестому укладу людей из агломераций, которые останутся, но в них, в этих чудовищных человейниках, будут жить неэволюционировавшие жители пятого и предыдущих ему укладов. Все сказанное, наверное, выглядит несколько сложным для понимания, но я не хочу сейчас расшивать все и углубляться, слишком большой объем только повредит. Вывод из сказанного прост, технологии шестого уклада будут максимально компактными, способными уместиться буквально в одном конкретном домохозяйстве. Конечно, не все, но уж базовые, такие как энергетика, точно. Поэтому и требуется создание зеленых технологий, работающих в любой точке пространства. Собственно, они уже есть, и ветроэнергетика, и солнечная энергетика уже отвечают этому принципу, делая домохозяйство максимально независимым. Большая экономика точно так же, переходя на зеленую энергию, резко и существенно снижает риски, связанные с ресурсной необеспеченностью и угрозами, возникающими на путях доставки. Никакой Путин уже не сможет угрожать перекрыть газовую трубу и шантажировать целые континенты, если они не будут критически зависимы от трубы. Снижение политических рисков обеспечивает развитым странам и территориям большую безопасность от психопатов, которых на ресурсных площадках почему-то всегда очень много. Собственно, мы и подошли к тому неадекватному вызову, который создает Запад, педалируя тему глобального потепления и экологической повестки. Конечно, Запад, точнее, его управляющие круги, вряд ли сами верят в тот бред, который транслирует аутичная девочка Грета. И уж тем более они не пугаются ни грядущего глобального потепления или похолодания. Но вот пугать всех остальных, это без вопросов. Экологическая повестка и тему глобального потепления, это инструмент, с помощью которого Запад намерен вынудить заплатить весь остальной мир за переход Запада на технологии шестого уклада. Что выглядело логичным, если вы можете заставить кого-то расплатиться за вас в ресторане, то зачем вам платить самому? Декарбонизация, это следующий шаг. Практический шаг в направлении принуждения заплатить. Байден не просто так собирает экологический саммит в апреле. В итоге должно стать новое глобальное соглашение, по которому все товары, поставляемые на крупнейшие развитые рынки, будут в принудительном порядке обкладываться специальным экологическим налогом, если эти товары произведены по технологиям, увеличивающим выбросы парниковых газов. Этот налог будет выплачиваться при пересечении границы развитого рынка. Хочешь торговать с нами? Заплати. Собственно, мы и подошли к вопросу, на какие деньги Запад будет эволюционировать и строить энергетику шестого уклада у себя. Платить будут все остальные. И деваться им, в общем-то, некуда. Хотя бы потому, что вся экономика сырьевых стран построена на экспорте своих товаров в развитые территории. Представить себе, что Путин со своими дружками начнет развивать Россию и вкладывать деньги в развитие нефти газохимии на своей территории, в новую энергетику, новую инфраструктуру, да ну бросьте. Они будут страдать, платя новый налог, но продолжат гнать природные ресурсы на Запад. Просто потому, что ничего другого не умеют, не могут и не хотят. И таких Путиных, половина остального мира, бездарные, вороватые и бестолковые временщики. В итоге будет создан новый мировой порядок, где буквально считанное число стран составит первый мир, перешедший в шестой уклад, некоторое количество стран второго мира, те, кто будет балансировать между предыдущим и новым укладом, и все остальные страны третьего мира, которым и так комфортно безо всякого перехода. Место России, во всяком случае нынешней России, уже понятно. Процесс уже идет, идет вовсю. Именно поэтому, к примеру, Саудовская Аравия так стремится заскочить на уходящий поезд. Проект Кронпринца Вижн 2030, это она и есть, это попытка. Что-то похожее делают другие аравийские монархи, Кувейта Оаэ, Катара, хотя Катар идет своим особым путем. Во второй мир однозначно войдут ряд стран и территорий Юго-Восточной Азии, Южная Корея, Япония, Тайвань, Малайзия, Китай. Возможно, в него сможет войти Бразилия. На грани между первым и вторым мирами будут Австралия, части европейских стран. И это, пожалуй, все. Все остальные станут крепким третьим миром, без шансов вырваться даже во второй. Когда шестой уклад лет через 50-60 исчерпает себя, у них снова появится шанс. Но не раньше. Субтитры создавал DimaTorzok